Шокирующее признание Юлика, слезы Даши Каплан и новое скандальное интервью Маши Мармарис. Привет, с вами Ютубер, и мы продолжаем освещать драму, о которой в эти дни пишут все блогерские паблики. В прошлом выпуске мы уже рассказывали, из-за чего распалась одна из самых трогательных пар русскоязычного Ютуба. Если не смотрели, кликайте по подсказке в углу экрана и возвращайтесь за новыми подробностями, ведь страсти вокруг этой темы и не думали утихать. Если поначалу многие надеялись, что все это неудачная шутка или хотя бы временный разлад в отношениях Даши и Юлика, то теперь сомнений не осталось. Сегодня я услышала заветные слова «Я тебя больше не люблю», написала девушка в Телеграме. Неделю три-четыре назад, когда была свадьба, он плакал и клялся в невечной любви, говорил, что типа я ждал этого шесть лет. Сегодня я услышала вот это. Я не могу сказать, что мне грустно. Я вахуй. Ну не знаю, это два разных человека. При этом сам Юлик позже признался, что разлюбил жену уже давно. Хоть чувства пропали давно, но осознать это смог только недавно. Понять себя не так просто. Я понимаю, что не нужно было играть свадьбу в таком случае. Если бы понял себя раньше, разошлись бы спокойнее. Из семьи меня никто не уводил. Симпатия к Маше – повод закончить отношения, написал блогер в своем Телеграме. Выходит, чувств не было уже тогда, когда Юлик из Дашиных слов плакал на свадьбе и клялся ей в вечной любви. Это пи***ц. Но добила Дашу интервью Маши Мармарис. Вот это ебанное интервью – это просто… это такое, блядь, оскорбление. Это просто, блядь, пи***ц. Я и так типа еле отхожу от того, что об меня вытерли ноги и потом еще, блядь, отб**или как будто ментально. Окей, хорошо. Но вот это х**ня. Ну типа, что, блядь? В первом интервью после скандала Маша заявила, что никогда бы первой не сделала шаг навстречу женатому человеку. Что она сама в шоке от случившегося, но получилось, как получилось. Мармарис добавила, что всегда искренне любила Дашу и сейчас она испытывает чувство вины. Но ее извинения, считает девушка Каплан, не нужны. Оказалось, это не совсем так. Ты даже не пыталась извиниться. Все, что ты сделала, это целовалась с моим мужем. Спасибо. В этот же день она предлагала набить мне парные тату и подарила цветы. И сделала фотку, которую поставила мне на экран, написала Каплан. Ты для меня мертва. Тебя не существует. Я просто, Маш, и вот та фотография, я не знаю, это ты поиздевалась надо мной или что. Когда у меня была истерика, я задыхалась, я брала телефон посмотреть время, там была эта фотография. Спасибо большое. Даша добавила, что всегда относилась к Мармарис как к младшей сестре или дочери. Помогала, в том числе деньгами. И если бы произошла обратная ситуация, она бы ни за что не стала целоваться с чужим мужем. Я думала, типа, мы одна компания, друзья. Я никогда бы не могла подумать, что кто-то из моих друзей поступит вот так. Просто, если бы ситуация была наоборот, и чей-то муж ко мне подошел целоваться, я бы сказала, «Ю, чувак, б***ь, ты вообще женат, отойди от меня, пожалуйста, разберись сначала. Там у себя как бы уж один подходи». Маша также рассказала, как переживала стресс, почти ничего не ела и спала урывками. В ответ на это Даша Каплан описала, каково было ей. «Хочешь, я тебе расскажу про свое состояние?» Мне вызывали скорую. Я четыре дня просто, б***ь, спала. Меня поили ебаным йогуртом. Меня еле отговорили два раза от с***а, б***ь. Маша, ты очень бедная и несчастная. Я очень рада, что ты словил этот джекпот. Я рада, что ты увела у меня мужа. Я надеюсь, что у вас будут прекрасные, серьезные отношения. Кстати, об отношениях. Что Маша, что Юлик оба говорили о том, что у них серьезные планы на будущее. Сейчас, спустя пару дней, сказать о том, что у вас серьезные отношения. Ну, типа, это круто. Отлично. Шесть лет было х***я? Да, шесть лет это как бы х***я. Вот сейчас уже будут серьезные отношения. Единственное, что нужно паспорт будет поменять обратно и все. Вот только это как-то не стыкуется с тем, что в последнем публичном заявлении Онешко написал, что сейчас он один и не хочет романтических отношений. Хотя последнее, возможно, относилось именно к Даше. Ничего не понятно. Так или иначе, девушка заявила, что сейчас они с Юликом находятся в хороших дружеских отношениях И попросила подписчиков перестать его травить. Друзья, в общем, в последний раз, просто поймите, у меня ПРЛ, я импат. Поэтому это как стокгольмский синдром, типа того. Мне поэтому хочется всех прощать, всем помогать. Кроме того, Даша написала, что по-прежнему любит Юлика, переживает за него и хочет поддержать. Ведь он был тем самым человеком, который спас ее от ужасной прошлой жизни и показал, что такое любовь и уважение. Девушка призналась, что даже Машу Мармарис она однажды сможет простить. Правда, подписчики ее альтруизм пока не разделяют. За последние четыре дня канал Юлика потерял 80 тысяч подписчиков, а Мармарис лишилась 30 тысяч зрителей. В то время, как сама Даша наконец-то набрала миллион подписчиков на своем канале. Сейчас девушка находится в Москве вместе с подругами, пытается отойти от семейной драмы, набивает новые татуировки и планирует жизнь без Юлика. Даша поделилась, что они с девочками собираются снять квартиру и везти оттуда стримы. И хоть Даша Каплан и не осталась на улице, зрители все равно решили ее поддержать. В первые пару минут после публикации карты Даши задонатили почти 100 тысяч рублей, а спустя сутки сумма приблизилась к полумиллиону. На эти деньги блогерша планирует купить мебель в новую съемную квартиру. Деньги пойдут на мебель, потому что вроде нашли квартиру, но там нет мебели, поэтому буду покупать. Я никогда не покупала кровать, но благодаря вам я куплю кровать и матрас. Прикиньте. Держим за Дашу кулачки и надеемся, что эта история не подорвет ее ментальное здоровье, а наоборот сделает сильнее. На сегодня это были все новости. С вами был проект Ютубер. Поддержите выпуск лайком и увидимся в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok